На протяжении На протяжении последних десятилетий достаточно остро стоит проблема качества и чистоты питьевой воды. Особенно это касается владельцев частных домов, которые, как правило, получают воду из артезианских скважин. Такая вода не содержит сложных загрязнений. Однако у нее есть ряд существенных недостатков, таких как повышенное содержание железа, солей жесткости и не всегда приятный запах. Типичная картина, которая наблюдается при подъеме железистой воды из скважины, следующая. Вначале она абсолютно прозрачна и кажется чистой, но уже через короткое время мутнеет, приобретает специфический желтоватый цвет. Через несколько часов муть начинает оседать, образуя коричневый рыхлый осадок. Но самое главное – железо. При больших его концентрациях в воде, железо негативно влияет на здоровье, вызывая аллергические реакции и заболевания крови. В последнее время все больше домовладельцев приходит к пониманию того, что без систем удаления железа не обойтись. Игнорирование проблемы избыточного железа в воде оборачивается обычно значительными материальными и трудовыми затратами на ремонт сетей водоснабжения, отопления и тому подобное. В украинской компании «Гидрокомфорт» разработана система безреагентной очистки воды от растворенного в ней железа и попутных запахов. Все процессы очистки воды осуществляются специальными установками путем кислородной аэрации с последующей фильтрацией через гранулированную плавающую загрузку. Благодаря такому методу очистки вода насыщается кислородом и посторонние запахи уходят. Растворенное в воде железо, соприкоснувшись с кислородом, окисляется и оседает на гранулах загрузки в виде рыхлого осадка, который потоком воды смывается в канализацию. Этот процесс полностью автоматизирован и периодически повторяется. Главной особенностью установок компании «Гидрокомфорт» является полное отсутствие каких-либо химических реагентов и малое энергопотребление. Наша задача и задача нашего предприятия – обеспечить людей, обеспечить промышленность, производство качественной питьевой водой, которая будет отвечать всем требованиям по экологическим, по вкусовым качествам. Ну и постараться сделать это за не огромные деньги, чтобы создать конкуренцию импортным аналогом, которые по максимуму выжимают деньги, а как такового результата не приносят. Академик Журба придумал принцип фильтрации воды на плавающие загрузки. Он разработал проект для больших установок выше 500 кубов в сутки. Мы же вам хотим представить установки, которые уменьшены в масштабе до размеров посредственного использования. Принципиальное отличие оборудования на плавающих загрузках от других аналогичных приборов в том, что здесь не используются никакие реагенты. Окисление железа и отбор железа и газов происходит только за счет кислорода, присутствующего в воздухе. И нет потребности постоянно добавлять какие-то химические реагенты или менять картриджи. Установка может работать продолжительный срок и без замены, без дополнения какой-то химии. Установка разработана еще в 80-х годах прошлого века Ровенским институтом воды Журбой Николай Григорьевичем. И эти установки были разработаны для полива виноградников, полива больших садов, больших территорий. В нашем же случае промышленная установка собрана в компактный размер для того, чтобы это установить в коттедже или же в каком-то малом производстве. Это наш стиль раскроя, на котором все делается из пищевого полипропилена. Он абсолютно безопасный для организма человека, через это его и выгрозирует. На данный момент мы видим, где как раз и собирается одна из таких установок, которая будет далее очищать нашу теплую воду. Сейчас проводится прикладка, потом далее будет, за допомогою этого нехитрого инструмента, проводится сварка полипропилена. Шов, который дальше будет выходить, практически на 99% будет такой же, как и плотность целого неспаянного листа. При использовании нашей установки потребитель получает чистую, качественную воду, из которой удалено железо, обдуты все газы, убрана мутность, убраны какие-то физические, механические добавки в виде песка, каких-то грязей, какой-то там, ну, растворенной водой. На нашем предприятии мы можем попередньо сделать анализы воды и показать действительно, как работает наша установка. Мы беремо из водопровода, воду, это у нас исходная вода, тобто або из водопровода, або из скважины. Мы подходим до нашего рабочего стола, мы имеем две объемности, имеем певные препараты, добавим розчинь залеза и делаем предприятие анализы входной воды. Есть у нас певная шкала, на которой мы и можем продемонстрировать вместо залеза. Я еще раз повторюсь, что это предыдущий анализ, потому что достоверные анализы делают специализированные лаборатории, а вот для того, чтобы показать, чим працюет действительно наша установка, мы делаем вот такой маленький анализ. И вот по шкале, спостерегаючи, мы видим, что вместо залеза уже перевещает, как говорят, показники. Эта установка чистит петлю в нашу воду от металлов, мутностей, углекислого газа и похожих загрязнений, забруднений. Если мы можем заглянуть вверх, мы увидим уже очистенную воду. У нас есть установка двух бахов, верхняя, которая есть для чистого вида, и нижняя, в которой находится сама приемная грязная вода. Можно посмотреть, что в установке на данный момент достаточно пристойная чистенькая вода, которую можно уже вживать для питания в господарстве. Также у нас есть на нашем предприятии установки такого, иншого трохи плана. Они отличаются где-то автоматикой, и если мы смотрим на эту установку, то там у нас запас чистой воды, который мы можем использовать в господарстве, в домашних умовах, то там есть 200 литров. Да, 200 литров. Эта же установка может быть увеличенной количеством чистой воды до 450 литров. И также отличается ее в том, что она самопромивная. Тут приходится раз в тиждень, в зависимости от забруднения воды, ее нужно промивать вручную минимум один раз в тиждень. Также установка сама программируется, выставляется таймер, и в зависимости от забруднения воды, которое было сделано перед этим на специальных лабораториях, мы можем выставлять количество промивок и раз, и два раза в тиждень, а может и два раза в месяц. Это зависит от обручения воды. Мы увидели, что из крана у нас течет вода и с мистом залеза. Далее мы эти колбочки быстренько промивем. А теперь мы берем из бака чистое воды после фильтрации и дегазации данной воды. И проводим те же самые анализы. И теперь спостерегаем за нашей водой после установки. По шкале мы видим, что вода идеально чиста. Нема никаких изменений кольора. То есть у нас на данный момент из данной установки вода допустима по нормам гостей, допустима для использования человека. Принцип очистки именно фильтра на плавающей загрузки, он был проведен еще в советское время, в 86-м году, внесен в госты. И он разрешен к использованию как питьевого обосновления, так и в техническом, для поливов, для всего. Есть заключение на тот же материал, из которого изготавливается установка, на загрузку, которая используется. И уже независимое заключение лабораторий, воды уже на выходе. Сейчас разрабатываются техусловия дополнительно. И разрабатывают, будет получен, в ближайшее время будет получен заключение института Мерзеева. Ну и эта установка будет запущена в серию. В настоящее время на складе предприятия есть в наличии 5 установок. И мы стараемся держать 5-6 штук на складе, чтобы продать потребителю. И сразу же, как только одна продается, люди производят вторую. Если на складе нет этих установок, в течение 4-5 дней мы собираем установку и готовы ее предоставить покупателю. Наше предприятие проводит потом и сервисное обслуживание, сопровождение клиента, дальше выезды бригад в случае поломки оборудования какого-либо. И просто техническое обслуживание периодически раз в месяц, раз в два, чтобы поддерживать установку в рабочем, ну, качественном рабочем режиме. На сегодняшний день базовая установка мощностью 15 кубов в сутки стоит 26 тысяч гривен. И, в принципе, она может доукомплектоваться дополнительными фильтрами, ультрафиолетовыми лампами, ну, это уже под заказ по желанию клиента. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok